Дорогие друзья, я Ольга Гринюк, и сегодня мы в салоне нашего партнера. Жень, привет. Привет. Сколько мы с тобой вместе? Ой, слушай, ну, шесть. Вот весной, зимой будет шесть лет, в декабре будет шесть лет. Евгения, наш начательный партнер, первый магазин открыт был в Волгограде, сейчас мы находимся в салоне в Москве, в Афимоле, в торговом центре, да, одном из топовых центров города Москвы, в шикарном салоне. Уже сколько мы здесь? Ты здесь уже? В ноябре будет год, ну все, уже приближаемся к году. Да, и начнем, наверное, сначала небольшой обзор, как познакомилась с брендом, почему решила открыть салон там, в Волгограде. Ой, я очень хорошо помню это событие в своей жизни, потому что вот именно оно поделило мою жизнь на до и после. Встреча была совершенно случайная, я в тот момент жила в Ставрополе, у меня был день рождения в ноябре, и мы с моим будущим мужем поехали на шопинг в Краснодар, по-моему, это был торговый центр Красная площадь, и там совершенно случайно я набрела на небольшой магазин каких-то интересных платьев. А поскольку я офисный сотрудник, и мне все время нужны платья такие, чтобы они хорошо садились. Когда ты работала по найму, у тебя бизнес у тебя не было? Да, я была тогда по найму, но идея начать свой бизнес, она меня все время будоражила, и просто единственное, у меня не было никакой идеи. И когда я зашла в этот магазин и начала примерять платья, вот я помню, что я что ни одену, мне все подходит, а все, что мне не подходило, просто не было моего размера. И мы вышли оттуда с двумя пакетами, тогда то ли четыре, то ли пять платьев мы купили. Плюс нам подарили какие-то подарочные сертификаты, ну и все, и спокойствие, собственно, из моей жизни исчезло навсегда с того момента, потому что в этот же вечер я начала гуглить, что такое Ольга Гринюк, ой, это российский дизайнер, блин, классно, какая ткань, какое качество, какая посадка, и понеслось. И я быстро связалась, там, по-моему, на сайте было предложение открыть франшизу, я поняла, это знак судьбы, вот оно, к тому моменту у меня не было никакого опыта в бизнесе, я вот просто знала, что все, я хочу, я хочу именно это. Я тогда связалась, но к моему разочарованию в Ставрополе как раз открывался уже магазин, и я как бы расстроилась. Но, знаешь, я хочу сказать, что если ты чего-то хочешь, то сама вселенная тебе помогает, потому что мой будущий муж, он сам из Волгограда, и к тому моменту мы, в принципе, уже думали о том, чтобы начать жить вместе, я понимала, что спустя какое-то время я уже буду жить в Волгограде, и, собственно, 15 апреля открыла я свой первый магазин в Волгограде, вот, вот такое было. И что еще хочу сказать, поскольку ты меня спросила про найм, я продолжила работать в найм, то есть я потом ушла в декрет, потом опять вышла, у меня был страх, ну, ты знаешь, страх, да, отказать, то есть для меня бизнес, но он приносил деньги, но, знаешь, я вот как-то к нему относилась, наверное, ну, не то чтобы факультативно, но я вот прям вот отдыхала, там, искренне кайфовала, это был мой дополнительный источник дохода приличный, и у меня, вот меня пробило, когда я вышла после декрета на работу, я поняла, что мой бизнес приносит мне денег больше, чем я зарабатываю в найме, и все, и вот это случилась точка отрыва, я поняла, что нет, все, я ухожу. И потом в моей жизни случилось так, что я переехала в Москву, и я уже знала, как работает этот бизнес, как развивать магазин, я его открыла здесь. Но в Волгограде магазин продолжает успешно работать сам, все рассказала сразу. Через какое-то время ты решила, что бизнес рабочий, ты в Волгограде стала получать успехи, ты получала прибыль, ты развивалась, у тебя было там даже два магазина, но потом ты решила, что все-таки сконцентрируешься на Москве, потому что переехала в Москву, там оставила один, и здесь продолжила развиваться. Вот важный момент, Москва, огромный мегаполис, очень много предложений, дорогая аренда достаточно. Как решилась ты все-таки на такое событие, да? Вот сейчас... Тем более я еще замечу, что это произошло в пандемии, это в самый пик. Вторая волна была, да, это был пик второй волны. Осень, ноябрь 2020 года. Но ты знаешь, ты если помнишь, само решение-то, оно принималось на фоне позитивных прогнозов в июле, кажется, да, когда снятые ограничения, когда все уже... Когда вроде бы все позади. Да, и это позволило, кстати, получить хорошее место по достаточно приемлемой цене аренда. То есть, ну, вот это помещение, которое сейчас, оно за такую сумму никогда не сдавалось. В этом есть секреты, как развиваться в кризисе. Да, да, да. Вот, как я решилась, вот я тебе честно могу сказать, вот если сейчас вот на трезвую голову сказать, как я решилась, я не знаю, как я решилась. Потому что мне все крутили пальцем, можно сказать, ты сумасшедшая. Офлайн исчезает, только в онлайн, куда ты лезешь и так далее. Но мне настолько хотелось, настолько было это внутреннее желание, что я решилась. И да, в ноябре вот, ну, не просто было открываться. Но сейчас, когда мы проработали уже почти год, я могу сказать, что я ни о чем не жалею. И отвечая на твой вопрос по поводу большого предложения, большого количества предложений в Москве, это действительно так. В Москве сильно много брендов, сильно больше брендов, чем, например, в регионах или в том же самом Волгограде, где у меня есть опыт работы. Но я тебе хочу сказать, что здесь мы всегда находим своего покупателя. У нас Инстаграм пестрит отзывами о том. Ну, вот буквально вчера женщина, у нее был один день найти платье на свадьбу дочери. То есть, понимаешь, насколько это важное событие. Она объездила кучу торговых центров, ничего не нашла. К нам пришла, мы ей за один час подобрали платье. Вот у нас там весь вчерашний сториз пестрит. Вообще просто искренними благодарностями от нее. То же самое было в Новый год. Вот к нам люди приезжали из, как говорят, авиапарк. То есть, это огромный, это, ну, там в топ-5 торговых центров Москвы входит. К нам приехала женщина в шоке. 30 декабря я ничего не могу выбрать. За полчаса она у нас купила два платья, и эта счастливая семья уехала отмечать Новый год. Поэтому я хочу сказать, что наши платья находят для себя приверженных покупательниц, которые прямо вот влюбляются в бренд, ну, в любом месте, как в маленьком городе, так и в большом мегаполисе. То есть, мы говорим о том, что именно особенность платьев, да, то есть, у меня есть еще другие партнеры, которые тоже опрашивала. Они, когда изучали и думали, вкладывать ли в это деньги, они смотрели, есть ли что-то похожее, будет ли очень большая конкуренция. И основная причина, почему они решались на этот шаг, это то, что они не находили что-то похожее. Но это же не похожее, оно порой кого-то может остановить, потому что он думает, а что это такое, а почему платье, а кому цветок, а почему так много яркого. То есть, есть вот такие моменты, которые где-то решение, да, открыть прошивую, пойти на это, потому что ассортимент только практически платья, да. Но в какой-то момент мы понимаем, что это позиционирование, это идет плюс, потому что когда у женщин возникает вопрос, где я возьму платье, у нее, если она знакома с брендом, у нее возникает, я пойду к Ольге Гриню. Да. То есть, вот такой момент, когда мы именно подсказываем, как решить вопрос с тем сомнением, что почему, ну, что-то нравится, да, но ты не понимаешь финансовую составляющую. И еще каверзный вопрос, который прошу ответить, это возможность заработать на бренде от и до в месяц. То есть, мы на своем лендинге, на своем сайте публикуем, что от 300 тысяч, да, но мы понимаем, что это зависит от размера магазина. Есть маленький магазин в регионе, есть большой магазин в торговом центре. Нам просто надо показать вот эти возможности, да, то есть от и до погоды, например. Ты знаешь, Оль, я тебе хочу сказать на самом деле, что показатель маленький магазин в регионе и большой магазин в торговом центре, это, кстати, тоже не показатель. Потому что большой магазин в торговом центре, это большие косты. Вот я хочу тебе сказать, что мой магазин в Волгограде и магазин в Москве сейчас, но они по прибыли, вот по чистой прибыли, не по выручке, а по чистой прибыли, они прям конкурируют друг с другом. Я, конечно, понимаю, что для Москвы это первый год. То есть вообще выручка – это совокупность ряда факторов. И прежде всего, конечно, все зависит от того, как сам собственник относится к своему бизнесу, насколько он вовлечен, насколько он занимается командой, ассортиментом, введением клиентской базы, продвижением и так далее. От нуля, так, наверное, нельзя говорить. Нет, ну а нуля не было никогда, это абсолютно точно. Хорошо, то, что мы обещаем, говорили на сайте 300 тысяч рублей, это реально заработать? Абсолютно. То есть я могу сказать, что можно заработать больше, чем 300 тысяч, говорю это смело, даже на магазине в регионе, то есть без всяких вопросов. И, по-моему, в самом начале интервью я сказала, что у меня в какой-то момент времени я поняла, что мой бизнес приносит мне денег больше, чем мой наемный труд. А на тот момент я была руководителем региона в крупной федеральной компании финансовых услуг. И, соответственно, размер моей зарплаты был, наверное, в несколько раз выше среднего по городу. А бизнес приносил больше. Ну вот так завуалировано, но ответила. Я хочу сказать просто, что это тот бизнес, который может обеспечивать. Вопрос в том, как к нему относиться. Хорошо, и задам тот же вопрос, что задавала, задаю часто нашим партнерам. Это в чем секрет ты считаешь именно своего успеха? Ну, то есть где твоя сильная сторона, которая именно в этом бизнесе приносит тебе удачу, успех? Что ты делаешь очень классно и какие у тебя есть фишки, которые помогают развиваться? Самое главное – это мое максимальное вовлечение. И это не значит, что я вмешиваюсь во все процессы и ничего не делегирую. Абсолютно нет. У меня в Волгограде команда… Да, потому что ты можешь подумать, что ты тут сидишь время и ночами… Нет, нет, нет. У меня в Волгограде команда работает, я управляю ею удаленно. Да, точно. В Волгограде ты практически не появляешься. Я последний раз была в октябре прошлого года. Сейчас у нас второй сентябрь. Мы говорим о том, что наладив, запустив где-то магазин, можно там и не приезжать. Также у нас есть партнер в Краснодаре, который живет в Волгограде, у которого мы не разрешили открыться в Волгограде. Потому что там уже есть, мы и никуда не собираемся. Да, да, эксклюзивность есть у нас. Поэтому и она также работает удаленно. То есть это вполне возможно. Очень важно, Максим, ну давай я расскажу, как это у меня происходило. То есть на самом старте, на самом начале, безусловно, я была за всех. За продавца, за грузчик, за пиарщика. Ну, поначалу, да. То есть вот за всех абсолютно. Потому что мне было важно вникнуть во все процессы в новом магазине, взять людей, обучить их. Ну, соответственно, ты не можешь обучить человека, если ты сам не знаешь всех нюансов. Затем всю эту историю структурировать, превратить ее в регламенты, в инструкции, выстроить все цифры, планы, отчеты и так далее. Самое интересное, извините, это то, что твои навыки управленца предыдущие... На предыдущем месте работы, да. Тебе возможно здесь это внедрить, но уже в свой бизнес. Да, да. Я в какой-то момент устала кому-то увеличивать продажи, что я не могу себе их увеличить. Вот, собственно, и внедрила это, да. Вот, но и возвращаясь к вопросу о залоге успеха, самое главное, что вкладываться душой, это не значит присутствовать здесь 24 на 7. Это просто означает таким образом наладить процессы, выстроить, пропустить их через себя, чтобы они работали даже без своего присутствия. Ну и самое главное, я искренне люблю бренд, искренне. И я считаю своей сильной стороной, что у меня получается влюблять в этот бренд и свою команду, и тех покупателей, которые к нам приходят. И это не сложно абсолютно. Просто достаточно, ну, как бы они влюбляются сами, мы просто им помогаем. И, ну, это дает свои результаты абсолютно точно. Это самое главное. Понятно, что тут есть вопросы продвижения, обучения продажам, там, маркетинги, все вот эти составляющие любого бизнеса. Кстати, что касается маркетинга, у нас есть такие вещи, да, что, допустим, есть у нас какие-то люди онлайнчики, есть люди оффлайнчики. И когда я понимаю, что мы предоставляем возможность развиваться с нашей франшизой, немножко люди отставляют в сторону сети. И я, мы как-то с тобой сидели, ты сказала, что у тебя из сетей приходит сколько процентов покупателей и покупают именно через сети, благодаря тому, что ты там даешь промо-коды, ну, что-то, какие-то штуки применяешь, чтобы понимать, откуда пришел поток. У меня цифры разные, но в среднем этот приход составляет 10-15% от всех продаж. И мы, как компания, помогли тебе запускать, в том числе, инстаграм. Да, конечно. Может быть, где-то что-то помогали. В Москве помогали запускать твой инстаграм. Да, да, то есть первый месяц-два, по-моему, ввел СММ-бренда. Вот, и потом, то есть у меня как раз было время сориентироваться, найти своего СММщика, поставить чуткие ТЗ и так далее. Если... Быстро скажу. Важный момент, что если мы говорим о том, что люди говорят, ты вначале сказала сумасшедшие, да, там, что уходят все в оффлайн, ты в онлайн, никто не мешает параллельно с оффлайном мощно развивать онлайн и доставку, и презентации, и доносить до клиентов, и досылку делать, чтобы они могли... То есть у тебя есть доставки в Москве, есть доставки в Волгограде, и также ты можешь из Москвы доставлять в любые другие регионы, даже куда? В Америке есть. В Канаду мы отправляли, в Казахстан отправляли, и в Испанию отправляли. То есть мы тут, получается, сидим уже на двух стульях и работаем в двух направлениях, и не урезаем какое-то из них, а то и другое направление постепенно развивается и дает... Да, я здесь хочу дополнить, что вот насколько я наблюдаю за рынком, вообще за продажами, в общем-то игроки поделились на два лагеря, вот в фэйшене, да, те, кто топят только за онлайн и оффлайн, не признают, потому что он скоро отомрет, либо вот, как бы, ну, грубо говоря, старая школа, которая только в оффлайне, что-то от онлайн, в вашей сети, это все какое-то там надувательство, да. Я никогда не была сторонником каких-то крайних взглядов. Я всегда за золотую середину, пусть потому что считаю, что именно там истина, и проверяю это все на своем опыте. И вот он как раз говорит, что в нашей стране очень большое количество женщин именно визуалов. Мы, ну, это менталитет нашей нации. Нашим женщинам нужно прийти, пощупать, померить. Это не дает им история в Инстаграм. При этом при всем, когда, при этом при всем есть женщины, которые, например, ограничены по времени, не могут куда-то выехать. Женщины деловые, они могут в Инстаграме выбрать, сделать заказ, оформить и так далее. Поэтому, ну, у нас есть и такая история, есть история, когда, вернее, у нас есть история одна. У нас есть оффлайн-продажа, есть онлайн-продажа. Вот. И сейчас, кстати говоря, уже я задумываюсь о том, поскольку у меня СММ даже уже не справляется с ответами на запросы, я уже начинаю задумываться о поиске менеджера по продажам. Ну, то есть на удаленке именно в Инстаграме. То есть не продавца в оффлайне, да, и в идеале, конечно, чтобы кто-то это совмещал, просто я понимаю, что, возможно, расфокусировка. Я даже вот думаю об этом, да. Да, в Москве один, там, то есть еще надо это все информацию собрать, понять, где что есть, отправить. Да, да. Вот, поэтому даже вот такие мысли. То есть в этом направлении тоже идет развитие. Да. То есть я считаю, что не нужно не только за оффлайн, только за онлайн. Да, оффлайн, но при этом с элементами, ну, онлайн нужно однозначно внедрять. И крайняя просьба к тебе. Какой совет дашь тем нашим зрителям, которые сомневаются и думают, открывать ли франшизу Сольги перенюхли? Мой совет только в том, что нужно прийти, посмотреть, померить платье, побывать в любом магазине и посмотреть, как на платье реагируют покупательницы. Вот когда ты видишь реакцию наших покупательниц, у тебя не возникает вообще никаких сомнений. У меня так бывает, когда я приглашаю кандидатов в продавцы-консультанты на стажировку. Вот я всегда настаиваю на стажировке. И особенная тема – это наши клиенты. Во-первых, ну, мы знаем, да, что у нашего бренда есть свой тип клиентов. У каждого бренда есть своя целевая аудитория. Я обожаю нашу целевую аудиторию, потому что это всегда женщины, которые богаты, знаешь, вот дают богатый энергетический обмен. И наши покупательницы – это, наверное, еще вот такой момент, который меня, как владельца магазина, заряжает энергией. Мне достаточно, какие бы там проблемы или вопросы не возникали, мне достаточно самой там, допустим, сделать или посмотреть, как мои девочки делают успешную продажу, увидеть отзывы, увидеть счастливые глаза. У нас вот девушка здесь вчера танцевала буквально в Шепарде. Просто вот стояла, уже даже пританцовала, как ей было. Вот, ну, да, работаем над этим, да, постоянно работаем. Вот, достаточно этого. И просто спроецировать на то, как ты в своем городе сможешь сделать. Сразу начинается визуализация, картинки, ты все это понимаешь, и тогда вопросов не возникает. Вот такой, наверное, у меня совет в Инстаграме. Один, подтверждение плюса нашей компании, может быть, плюса, может, ты скажешь по-другому, это то, что у нас постоянно каждый месяц обновляются коллекции. О, да. О, да. Для покупательской активности, для покупательской, да, то есть мы понимаем, что у некоторых брендов есть 4 коллекции в год. Вот она пришла, одна на 3 месяца, потом вторая на 3 месяца, потом четвертая на 3 месяца. А у нас идет вот, как бы, такая история, да, что мы стараемся, не то, что стараемся, но это я так хочу, мне так это нравится. И творческий человек, у меня куча идей, я хочу, чтобы это было постоянно. И вот, вот это каким образом влияет, в принципе, тоже на развитие. Когда не скучный магазин, когда она пришла, все посмотрела, ушла и понимает, что придет только через 4 месяца, или нет, через 3 месяца, чтобы посмотреть что-то новое. Я имею в виду, что постоянно идет вливание новинок, и постоянно что-то обновляется. Ну, я хочу сказать, что у нас поставки каждую неделю. У нас обновления вообще каждую неделю. Мы это и транслируем нашим покупателям, и они уже, в общем-то, об этом знают, да. Это дает возможность увеличивать размер выручки, которую приносит каждый покупатель, повторный, да. Потому что, например, мы насобирали клиентскую базу, вот, например, 500 покупателей. Но когда у нас не обновляется аудитория, вот они уже пришли, они на этот сезон себе купили, и все уже увидели, да. И, соответственно, мы понимаем, что следующие чеки они будут делать там в следующие 3 месяца, только через 3 месяца. А здесь у нас есть возможность клиентов приглашать к нам, ну, реально каждую неделю, чтобы они каждую неделю делали чеки, да. У меня в Волгограде есть клиенты, наработали, которых у меня девочки между нами называют оптовички. Говорят, а сегодня к нам оптовичка приезжает. И вот у них прям график такой, вот у нас по вторникам она живет в области, и вот она раз в 2 недели приезжает в Волгоград по своим деловым вопросам, такая бизнес-леди, по своим деловым вопросам, и обязательно посещает наш магазин. То есть раз в 2 недели к нам, а эта оптовичка однозначно приезжает. Вот, ну, вот такие возможности это дает. А если она приезжает каждую неделю, естественно, что каждый день должно быть что-то новое. Конечно, и она, да, и она, ну, и она всегда, она ходит, то есть у нас не было ни разу, чтобы она приехала и уехала с пустыми руками. Это, кстати, та девушка, которая сказала, что вы изменили меня, вот, платье Ольги Гринюк изменили меня. Да, в общем, мы тогда тему нашего короткого интервью закончим, потому что разговаривать мы можем бесконечно. Я, да. И где-то еще какую-то тему мы откроем в будущих наших интервью и будущих наших. Задовольствия. А сейчас спасибо большое, Жень, больших тебе успехов. Ты нам очень дорогая, нужна, и мы желаем тебе всяческих успехов. Большой-большой продаж. Да. И много-много магазинов. Да, да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!